Кэрол Ротт, автор книги «Вы не будете ничем владеть» и «Бывший инвестбанкир». Кэрол, по-моему, в прошлую пятницу вышел доклад по занятости. Занятость оказалась ниже, чем ожидалось. И я начал замечать, что организации уровня Банка Америки начали заявлять, что мы находимся в стокфляции. Это так? И если это так, то что это значит? Глент, давайте сначала поговорим об имеющихся у нас данных, а потом уже поговорим про стокфляцию. Итак, мы видим перед нами неутешительные данные, но, как мы уже говорили ранее, это отретушированные данные. Так что мы сначала попытаемся понять, что они нам говорят, не думая о том, что происходит на самом деле. Перед докладом о занятости мы видели, что цифры ВВП в первом квартале оказались где-то на процент меньше, чем ожидалось. 1,6% в годовом исчислении. Потом вышел апрельский доклад о занятости, и он тоже ниже. По-моему, это самый низкий прирост занятости за 6 месяцев. Опять же, если мы верим этим цифрам. И первое, о чем мне все это говорит, что все эти деньги, которые наше правительство потратило для того, чтобы, по сути, накрасить нашей экономике губки, чтобы избежать второго дна в рецессии. Ведь вспомните, в 22-м у нас была рецессия, два квартала подряд отрицательного роста. Потом мы слегка отросли и вообще-то ожидали повторного снижения. Но правительство набрало гигантских долгов в два раза больше, чем среднее соотношение долга к ВВП, наблюдаемое в нашей истории. Они поставили подпорки под нашу экономику, чтобы не было заметно, что мы находимся в рецессии. И, кстати, это обошлось нам очень недешево. Обычно, когда экономика развивается, то уровень долга снижается. А они сделали обратное. Они набрали долгов, чтобы сохранять видимость роста. И еще и проценты по этому долгу были самыми высокими за 15 лет. Так что мы теперь понимаем, что все это ретуширование не особо сработало. И что вся эта показуха не особо помогла экономике в плане ВВП, в плане занятости. И да, может, все не так страшно. Это довольно ограниченное количество данных. Стагфляция. Я с вами уже говорила о ней. Я уже много лет говорила, что она вполне вероятно наступит. Стагфляция означает именно то, что вы и подумали. Это когда экономика стагнирует, когда у вас низкие цифры роста, и в то же самое время у вас еще и инфляция. То есть удар с двух сторон. У вас одновременно не растет производительность. У вас не растут зарплаты, экономика в упадке. А тут еще и это непрекращающаяся инфляция. И да, мы говорили, что так и будет, так как правительство продолжает тратить колоссальные суммы, что напрямую мешает Федрезерву сделать то, что он собирался, то есть снизить инфляцию. Правительство, по сути, само стало причиной инфляции, так как нам приходится платить проценты по этим огромным долгам. Вот почему ситуация такая тупиковая. Когда вы слышите, как Джейми Даймонд из Джей Пи Морган говорит, что он обеспокоен, что состояние экономики все больше похоже на 70-е, так как он помнит, каково было в то время, и он видит все эти сходства. И если не учитывать, что сейчас у нас гораздо хуже обстоят дела с фискальной точки зрения, если сравнивать ситуацию с 70-ми годами. Это из-за уровня нашего долга. Именно. Итак, это означает, что занятость вообще не растет, что ситуация может ухудшиться, но она точно не будет улучшаться для отдельного человека, а цены продолжат только расти, верно? Это и есть такфляция. Не будет роста зарплат, не будет массивного роста предпринимательства, в экономике как будто настанет затишье, не будет никаких массовых увольнений, что вы могли бы видеть при рецессии. Все будет идти своим чередом, но без какого-либо роста и надежды на улучшение ситуации. Но в то же время будет продолжаться эта инфляция, которая, как мы знаем, уничтожает покупательскую способность и ложится тяжким бременем именно на средний класс. Что ж, Кэрол, я не хочу слишком много времени тратить на эту тему, так как у меня есть и другие вопросы. Но вы сказали в начале нашего разговора, вы сказали, если верить данным. Я не доверяю данным. И когда данные подвергаются каким-либо искажениям, то делается это не потому, что они такие классные, а потому, что они довольно ужасные. Так что я не верю им, потому что слишком уж много раз они были подкорректированы. И да, подгонка была всегда, но не таких масштабов, как в последние годы. И информация просто противоречива. Если вы слушаете нас сейчас, и вы еще не верите в то, вы не думаете, что администрация может дойти до того, что начнет подделывать данные. Почему вы сказали фразу, если верить данным? Ну, как вы уже отметили, в данных было множество аномалий. Если посмотреть еще более широко, то с 80-х годов мы на государственном уровне много раз меняли способы подсчета этих данных. Вот, например, что нужно помнить, когда мы говорим об инфляции. Важно понимать, что уровень инфляции влияет на размер потребительской корзины, на размер тех или иных соцвыплат. Так что существует очевидная причина, по которой они хотели бы занизить этот показатель. Другим, по-моему, очень важным моментом является то, что люди и организации больше не хотят участвовать в государственных опросах. Из-за чего мы наблюдаем очень серьезное снижение участия в сборах тех или иных данных, собираемых государством. Из чего следует, что так как люди и организации меньше участвуют, то появляется все больше перекосов в данных. Ведь все меньше людей хотят участвовать. Что ведет к тому, что государству приходится вводить различные коэффициенты, сезонные коэффициенты, модели. Да, бред на входе, бред на выходе. Неверные данные ведут к неверным выводам. Так что тут много грани манипуляции. Это не просто корректировка данных, не просто подтасовка данных. Проблема носит системный характер. Вот из-за чего многие с таким скептицизмом относятся к данным. Кстати, 15 минут назад мы разговаривали с Джей Ди Вэнс, сейчас мы говорим об экономике с Кэрол Ротт, и я... Я хотел бы... Я хотел бы поговорить... Самым страшным из всего того, что видел, было интервью, где пытались встать на защиту современной монетарной теории. Это не современная, а очень старая теория, где вы можете просто печатать деньги, и все будет в порядке, ничего плохого не случится. Интервью брали у советника по экономике Джо Байдена. Итак, если сможете, то объясните нам, кто такой Джаред Бёрнштейн? Он председатель Совета экономических советников Джо Байдена. Бёрнштейн ведь не просто какой-то болван, верно? Ну, я не собираюсь говорить в таких терминах, но вот что я вам скажу. Он весьма сильно влияет на экономику. Он правая рука и советник Джо Байдена. И он был советником Байдена еще со времен администрации Обамы. Бёрнштейн анализирует развитие экономики. Он предлагает экономические решения. Он предлагает их президенту. Он сидит в аналитических центрах. Он регулярно выступает на CNBC. Он пишет статьи. Он главный экономист и советник по экономике. С точки зрения левых и крайне левых, этот человек является одним из тех, кому они доверили быть советником по экономике. Так что вы покажете этот ролик, ставший олицетворением испанского стыда? Да, я жду ваших комментариев, и я хочу всех предупредить. Это настоящий экономист. Наше правительство рассчитывает на него. Послушайте, как он пытается объяснить нам про дефицит и про то, что происходит с нашими деньгами. Послушайте. Правительство США не может обанкротиться, так как мы можем печатать наши деньги. Что, конечно же, порождает вопрос. Зачем мы тогда занимаем валюте, которую сами же и печатаем? Я все жду, когда кто-нибудь встанет и скажет, почему мы вообще берем в долг свои же деньги? Как вы уже сказали, они их сами печатают. Зачем тогда правительство вообще берет в долг? Ну, эти... Итак, еще раз. Некоторые моменты, язык, которым ММТ... Язык и понятия являются довольно запутанные. Правительство определенно печатает деньги и определенно дает эти деньги в долг. Поэтому правительство определенно печатает деньги и дает эти деньги в долг, продавая облигации. Нет... Нет... Они... Они... Они же именно так и делают. Нет, они... Ну да, они продают облигации. Да, продают облигации, которые покупают люди, что и дает эти деньги в долг. Да, довольно часто, довольно часто, по крайней мере для меня, язык и понятия ММТ являются весьма запутанными. Но нет никаких сомнений в том, что правительство печатает деньги и использует эти деньги для... Я... 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 Просто... Не могу объяснить. Я сам не понимаю, о чем там говорится. Ведь очевидно, что правительство печатает деньги, постоянно их печатает. И очевидно, что оно занимает. Ведь иначе мы бы не говорили про дефициты госдолг. Так что я не вижу здесь ничего непонятного. О, боже мой. Вы были бы... Если бы это был капитан самолётов, в который бы вы сели, он бы сказал, мы летим на высоте 40 тысяч... 4 тысячи... Я не особо... А как это вообще работает? Вы бы сели на этот самолёт? Итак, Глинн, я сначала попробую оправдать, но потом уже не буду искать оправданий. Первое оправдание, и я, и вы сами уже давно выступаем в СМИ, и иногда случаются вот такие неловкие моменты, когда мы вроде и знаем тему, но не можем внятно её донести. Это могло произойти и со мной. Пару раз я и сама несла колесицу по теме, в которой неплохо разбиралась. Такое случается. Говорю всё это в попытке оправдать. Тем не менее, на данный момент, это главный архитектор экономики США, рассказывающий нам про ММТ, которую я называю «деньги растут на деревьях». Я сама это где-то услышала, и оно было в точку. Их главным тезисом является, что вот, у вас есть чековая книжка, так что вы можете выписывать чеки. Бернштейн задал вопрос, на который знает ответ любой житель Зимбабве. Почему правительство не может напечатать денег, сколько захочет? Мы знаем, что это вызовет высокую инфляцию. И мы это ощущаем последние пару лет. Это короткий ответ. И да, конечно, там есть немало сложностей при объяснении взаимоотношений между казначейством и Федрезервом. Это очень короткий ответ. И у меня возникает вопрос. Он на самом деле не знает ответа. Или же он знает ответ очень хорошо, но понимает, что не может произнести его вслух, и поэтому несёт чушь. И да, это все подпевало политиков, и они должны уметь говорить, ничего не говоря. Они всегда так делают. И по-моему, ответ заключается в том, что они полностью оторвались от реальности, и поэтому, Глент, им плевать, что происходит на самом деле. Деньги весьма дискретны. У денег есть три значения. Это расчётная единица, это средство обмена, это средство сбережения. Но на самом деле, если мы всё это объединим, то деньги – эквивалент производительности. Это оценка вашего труда. Ведь как было раньше, если вы фермер, и у вас есть яблоки, а кто-то доктор и оказывает врачебные услуги, то вам нужно было договориться об обмене, что и создало что-то для расчёта. За ними что-то стояло. Это время – это деньги. Именно. Это ваша продукция. Так что, если ваша экономическая деятельность не расширяется, производительность не растёт, а вы вливаете в систему всё больше долларов, то что происходит? Вы вливаете всё больше эквивалентов производительности, а количество товаров и услуг не меняется. Это значит, что стоимость этих товаров и услуг будет расти, ведь сам по себе эквивалент ничего не стоит. Если вы пойдёте в Конгресс и попросите их дать вам определение денег, которое я вам только что дала и которое знает любой, кто знаком с экономикой, то я гарантирую вам, что 99% людей его не знают, а левам вообще на это плевать, так как это мешает их задачам. Им плевать, что это эквивалент, ради которого вы так много работали. Они хотят его раздуть для собственных целей. Само осознание реальности им очень неприятно. Именно поэтому он ничего не смог объяснить. Я думаю, что он всё прекрасно понимает, но он не хочет сказать об этом вслух, так как он не хочет занимать определённую позицию, ведь все эти люди поддерживают ММТ. Он не хочет вслух сказать «я за ММТ», так как теория безумна. Но, по-моему, он также не знает, чем нивелировать это противоречие. Ведь между реальностью и безумием есть громадное противоречие. Да, я думаю, дело именно в этом, что он не хочет объединять эти противоречия, так как это было бы безумием. Да. И дело ещё в том, что все эти сторонники ММТ продвигали эту фантазию. А ещё пару лет назад было немало людей, которые покупались на эту фантазию, хотя многие из нас и говорили им, что нет, есть такая штука – реальность. Выдумки не работают. Если у вас есть чековая книжка, это ещё не значит, что вы можете выписывать чеки бесконечно. Так не бывает. И теперь у нас самая худшая инфляция за последние 40 лет. А эти сторонники ММТ так и не были опозорены. Они должны были идти по улице, а мы такие «позор, позор, позор!» Ведь это именно они предложили нашему правительству и нашим школам весь этот бред. И именно из-за этого всё это и произошло. Весь этот отрыв от реальности. Так как эти люди хотели верить в единорогов, пукающих радугами. Да. Редактор субтитров А.Семкин